Ну вот, начинается наша следующая программа. Те из вас, кто участвовал в программе Карнеги по современной России, изучению современной России, вы знаете наш порядок. Наш первый гость осенью Андроник Маслесович Мегранян. Я надеюсь, что вы прочитали те статьи, которые Андроник Маслесович напечатал и в Российской репрессии, и в Соединенных Штатах, так что вы знакомы с его работой. Андроник Маслесович, лектор Института демократии и сотрудничества в Нью-Йорке. И Андроник Маслесович выступит с тремя презентациями здесь в Монтерейском институте на этой неделе. И сегодня я попросила Андроника Маслесовича рассказать о результатах президентства Путина первого-второго сроков. И поскольку Владимир Владимирович Путин также принимал участие в руководстве страны и во время своего пребывания на посту премьер-министра, результаты работы на том посту. То есть мне хотелось бы, чтобы сегодня вы услышали о том, что было достигнуто за время президентства, и может быть немного о контексте лидерства в России. Мы будем работать в режиме 50 минут перерыв и 50 минут вопроса и ответа. Так что, если какие-то будут вопросы, сразу же записывайте, и у вас будет возможность задать эти вопросы Андронику Маслесовичу после перерыва. Хорошо. Если будут какие-то выражения, которые, может быть, вам непонятны, я буду записывать на доске. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста, Андроника Маслесович. Спасибо, Анна. Мне очень приятно быть сегодня здесь у вас. О вашем институте я знаю давно. Еще когда я работал в МГИМО, в начале 90-х наш институт имел обменную программу с Монтерейским институтом международных отношений. И вот недавно я разговаривал с Виктором, он имеет желание возобновить обмены студентами. И если у вас будет такая возможность, может быть, полезется в Москву учиться некоторое время в МГИМО. Да, у нас Шаро едет уже. Да, который всегда считался лучшим институтом Советского Союза, и самым элитным, и самым таким престижным, конечно. Вы знаете, о Путине сказано так много, и написано так много, и каждый год выходит целый ряд книг и десятки статей. Вот, наверное, может быть, вы видели совсем недавно, почти во всех изданиях, выходили куски из книги Клефорда Геды и Фиона Филл о Путине, оперативник в Кремле. Два года назад мой приятель, бывший из Гармановского института, а ныне профессор Шарлотт-Свилле университета Вильджиния, Ален Линч написал свою книгу, ну и много-много разных книг. Ну, я здесь, конечно, сложно, ну, в общем-то, сказать все о нем, но я постараюсь сказать то, что, вот, считаю, важно. Ну, а когда у нас будет 50 минут вопросов и ответов, я постараюсь ответить на те вопросы, которые вас интересуют относительно Путина. Так как я довольно долго сотрудничал со всеми администрациями в России, начиная от Горбачева, с которым я работал, с Ельциным, где был советником долгие годы, и с администрацией Путина и Медведева, да и сейчас, фактически, в общем-то, довольно близко сотрудничаем с администрацией. Я регулярно бываю на Валдайских встречах, вот, через неделю я уеду опять на очередную Валдайскую встречу, десятилетие будет на этот раз, и довольно хорошо, близко, и лично знаю всех российских руководителей, поэтому у меня есть возможность, как бы, вам изнутри показать реальную ситуацию, что там происходит, как там и так далее. Я хотел бы начать с того, собственно, в каких условиях Путин пришел к власти в России, что он застал, какова была ситуация. Я эту ситуацию довольно хорошо знаю, потому что я был в президентском саммите, и, значит, начиная с 96-го по 99-й год, шел лихорадочный поиск, кто заменит Ельцина. Потому что он и победил, очень спорно, и, я бы сказал, даже не победил на выборах, по крайней мере, первый тур он проиграл Зюганову в 96-м году. В втором туре, конечно, благодаря поддержке Лебедя, он реально выиграл, но между двумя турами Ельцин был очень тяжело болен, чуть не умер, и сразу же после выборов сделали очень серьезную ему операцию, и практически физически он уже не управлял страной. После вторых выборов в 96-м году страной практически управляли кто угодно, только не Ельцин. Он был болен, вот мой друг Сергей Ястыженский тогда стал очень знаменитым как пресс-секретарь, потому что регулярно, когда на вопрос, чем занимается президент, он говорил, что президент работает с документами, и рукопожатие у него крепкое. Вот все, что мы знали. Ну, а так как я жил и живу, ну, когда бываю в городе, на Кутузовском проспекте, у метро Кутузовской, я когда в 11 собирался на работу, Ельцин уже с Кремля домой уходил, то есть у него рабочий день закончился. То есть он, правда, очень рано вставал, рано вставал и уходил из дома, потому что он не читал газеты, не смотрел телевидение, и он ненавидел, когда жена и дочь утром за завтраком ему рассказывали, что пишут и говорят. А чтобы с ними не общаться и не слушать, что пишут и говорят, он очень рано приходил в Кремль, некоторое время проводил с Барсуковым, Коржаковым, там, вот с этой начальником охраны и ФСО, а потом возвращался уже заниматься, ну, в общем, всем, чем угодно, только не государственными делами. В этот период власть, российская власть характеризовалась как, ну, то есть, было такое понятие, как приватизация государственной власти. То есть произошла приватизация государственной власти со стороны олигархических групп, которые вот после, особенно, второго срока Ельцина образовались. И если в смутное время было известно понятие «семи боярщины», то вот после 1996 года был такой известный термин «семи боярщины», то есть семь банкиров, которые, в общем-то, владели всеми и управляли всеми. Ну, и в каком-то смысле понятие «приватизация государства» она была вполне реальной. Дело в том, что действительно, как администрация президента, так и власти в Белом Доме, это российский Белый Дом, это правительство, они превратились в «экстеншнс», продолжение этих олигархических структур. Всем было известно, какой группе принадлежит олигархический премьер, какой группе тот министр или другой министр. Вот по договоренности они устраивали своих людей и решали свои проблемы. Плюс никаких законов для общего пользования, а просто вот Багдор приходили с заднего крыльца, крыльца заходили и через семью, которая образовалась в «приватизация», решали свои вопросы эти олигархи. Вот я в своих работах делал термин, но попытался дать политологическое определение семьи. Вот семья, вы слышали, наверное, что «приватизация» правила «семья». Кто такой семья? Это несколько олигархов. Это дочка Таня, это Валя, вот нынешний зять, а тогда он был главой администрации, просто работал в администрации. И еще несколько человек из ключевых телеканалов, вот первого и четвертого. Но я, чтобы не использовать «семья», я это называл «внеинституциональный центр принятия кадровых и политических решений». То есть это центр, который никем не избранный, ни перед кем не подотчетный, но это тот центр, который принимал все эти решения. А в какой-то период мой друг, я уже назвал его, я старшинке говорил, знаешь, говорит, вот ходят разговоры в Москве, что два с половиной человека управляют Россией. Вот два человека – это Таня и Валя, это значит дочка и зять потом, а половина – это я, то есть я старшинка, который был пресс-секретарем. На самом деле их было несколько больше, туда входил Березовский, Гусинский, телекомпания НТВ и РФ. И тут в эту группу входили до первоначального раскола еще Чубайс, ну, в общем, Малошенко. Некоторые деятели, которые очень активную роль сыграли во втором штабе Ельцина по выборам. Ну, я не хотел бы очень долго на этом остановиться, но просто хотел бы вам сказать, что государства как такового не было. Вот семья управляла, институты власти играли очень второстепенную роль. Не через институты принимались решения. Внешне политически не нить решала. По военным вопросам не Министерство обороны. А вот все основные решения принимались вот в этой группе олигархов и членов Ельцинской семьи, которые фактически были заинтересованы в слабом государстве, потому что это совпало по времени еще и с приватизацией наиболее жирных кусков российской собственности. Это нефтяная промышленность, это металлургия, это химия, всякие там удобрения и так далее. И люди фактически буквально в течение считанных дней или недель становились мультимиллионерами и миллиардерами, покупая за бесценок, вот вы, наверное, знаете, вот эти залоговые аукционы, по которым вот за бесценок фактически продавалось государственное собственное. Но при этом все равно возникала проблема, и я вот хожу ближе к тому, а ну хорошо, государства слабые, они все эту собственность разворовали и между собой поделили. А что будет, если вдруг, не дай Бог, а в каждую минуту ожидали, что Ельцин может умереть, а он между, кстати, как я сказал, двумя турами почти что вот там клиническая смерть. Я тогда тоже довольно близко общался и с Барсаковым, это начальник КГБ, а перед этим начальник ПСЛ Коржаковым, который был начальником его личной охраны, и они прекрасно знали о состоянии его здоровья. И я помню, что Кремле в 87-м, 98-м, 99-м даже в начале непрерывно шли совещания с вопросом о том, а кому вот, во-первых, был очень важный вопрос, можно ли оставить в таком виде Конституцию или нет, а потому что фактически Российская Конституция президента дает неограниченное полномочие. Это первое. И в чьи руки попадет, потому что если в надежные руки, ну, эти полномочия, да, защитит этих людей, которые, в общем-то, дорвались до этой собственности. А если не в надежные руки, что делать тогда и какова у них годится два? И второй момент, а вот кто мог бы защитить вот эту структуру собственности, которая образовалась, то есть, которая все вот прихватили, там, присвоили, там, и так далее, и защитить интересы семьи, вот такой, вот в широком смысле семьи, вот этих олигархических труб, которые контролировали финансовые потоки, информационные потоки, кадровые назначения, там, и так далее. Перебиралось огромное количество людей, и в это время, кстати, не случайно была еще и некая такая кадровая чахарда, когда Евцин сначала уволил черновый орденант, а все понятно, что в российской конституции главный человек в случае смерти президента, это премьер-министр, который временно становится исполняющим обязанности, фактически имеет все права и полномочия, через течение трех месяцев организовываются выборы, то есть, он автоматически имеет все возможности стать очередным президентом. Но вот в окружении президента и в семье не было единства, по вопросу о Черномагине, и в конечном итоге значит некоторые его и неуклюжие действия, потому что он уже готов чуть ли не взять власть, настроили Эльцина на то, чтобы его убрать. После него, вы знаете, было у нас несколько, чуть ли не каждый год по одному премьеру было. Вот эта кадровая чахарда связанная с тем, на кого делать ставку и кто может обеспечить продолжение этого режима. Сначала был назначен премьером Кириен. Сейчас мало кто помнит, мало кто знает, кто такой этот молодой человек из Новгорода привезённый в команде Немцова Бориса, был министром энергетики и вот фактически с этого места оказался назначенным премьер-министром. Винуя своего бывшего патрона Бориса Немцова, который был губернатором Нижнего Новгорода и который привёл его с собой, значит, была идея, что Ельцин назначит Кириенко и так называемых молодых реформаций, либералы будут у власти, если вдруг что-нибудь произойдёт с Ельцином, будет обеспечена значит неприкосновенность собственности поделённой, неприкосновенность интересов семьи и будет защита из Запада потому что как бы это свои люди либералы пришли которые значит будут защищать вот устои так называемого нового там демократического капиталистического общества но фактически власть этого правительства продлилась несколько месяцев в 98 году в августе как раз буквально несколько дней назад была годовщина произошёл крах российской всей финансовой системы наверное помнишь 98 год эти ГКО там и так далее и Кириенко с Немцовым и с другими подали в отстатку на место значит Кириенко для того чтобы каким-то образом успокоить общество там и так далее пример был назначен Примаков с Масляковым это называлось такое умеренное лево коммунистическое правительство которое конечно было призвано на какое-то время сохранить стабильность обеспечить поддержку Государственной Думы потому что в 95 году во время выборов в Госдуму коммунисты победили и в российском парламенте практически коммунисты с аграриями они доминировали плюс народовласти в общем-то левый блок имел подавляющее большинство голосов и контролировал принять любых решения и они поддерживали Маслякова бывшего члена политбюро и председателя Госплана и Примакова который относился тоже к этой старой гвардии ну в общем это было новое правительство но конечно Примаков имел неосторожно сказать что в тюрьмах освобождены 125 тысяч мест и туда посадят всех этих бандитов и негодяев мерзавцев которые ограбили собственность и вообще занимаются криминальным бизнесом и конечно семья решила что от него надо избавиться и главным противником и организатором свержения Примакова был значит Борис Березовский но почему этот момент очень важный я вам скажу потому что именно здесь поднимается звезда значит Владимира Путина к этому времени он уже в 96 году к концу оказался в Москве потому что они проиграли выборы Собчак проиграл выборы своему оппоненту Яковлеву Собчак не удел генпрокуратура открыла против него расследование обвиняя во всяких коррупционных каких-то делах Путин кстати помогает Собчаку убежать из страны значит в это время он был в Москве кстати и возглавлял ФСБ но перед тем как возглавить ФСБ да он сначала строился в администрации работать а потом уже его начали потихоньку продвигать и конечно начальника контрольного управления потом он стал руководителем ФСБ но к этому времени где-то в 1998 году получилась очень сложная ситуация в течение почти полугода очень один из самых интересных и сложных периодов новой российской истории представьте себе есть президент Ельцин государственная дума контролируемая коммунистами открыла процедуру импичмента против Ельцина генеральный прокурор который обвиняет семью в коррупции уже даже опубликовали номера этих кредитных карточек семьи дочери там и так далее везде обещают сведения о том что дочка и семья купили какие-то замки в Австрии во Франции там в других странах есть московский мэр Лужков который занимает анти-Ельцинские позиции есть значит премьер-министр Примаков который ждет своей очереди быть президентом и тоже занимает очень негативные позиции по отношению ко всей семье не к Ельцину а к семье а фактически семья руководила потому что Ельцин был очень болен и очень мало работал и очень мало вовлечался во все эти дела я очень хорошо помню это время когда я приходил иногда в Кремль то настроение в Кремле были у команды и у семьи абсолютно панические и в общем-то даже вот некоторые мои старые друзья спичрайтеры Ельцина передавали что на каких-то совещаниях а главой администрации в какой-то период был значит Чубайс иногда даже говорили о том что ну ничего хоть наверное удастся найти какое-то время и самолет чтобы улететь и в общем-то что-то с собой забрать ну и удрать из страны чтобы не попасть в тюрьму не под расстрел не под что-то потому что ситуация была такая что если действительно Энгличко к Ельцину значит власть переходит к Примаколу то возможно радикальный передел и собственности и власти и в общем-то радикальное изменение общей ситуации вот вот в это время глава администрации значит Волошин который потом был в течение первого периода президентства Путина главой администрации несколько раз приходит значит Совет Федерации с предложением об освобождении от должности генерального прокурора Скуратова который начал фактически уголовное дело по кремлевским делам против Бородина по реставрации Кремля там что сотни миллионов украли и по семье что семья президента вовлечена в коррупционные дела а Совет Федерации тогда это был очень очень сильный институт потому что Совет Федерации в качестве делегатов от регионов а тогда было 89 регионов России участвовали губернатор и председатель законодательного собрания то есть фактически главные лица регионов были в Совете Федерации они по своей силе это было ну как Боярская дума когда-то в российской истории если вы историю помните и конечно же губернаторы два раза Волошин приходил от президента чтобы освободить Скуратова и два раза Совет Федерации отказался от этого дела то есть фактически бунт по всем направлениям против Ельцина значит против Ельцина дума который начал импич Совет Федерации который фактически бойкотирует решение Ельцина не отпускает генерального прокурора мэр Москвы Лужков который занимает по отношению к Кремлю и Ельцину и этой семье резко негативные позиции премьер-министр Примыков который занимает резко негативные позиции по отношению значит к этой семье и генеральный прокурор который начал фактически уголовное преследование ближайшего круга Ельцина это Вородин которого потом посадили здесь в Швейцарии Карло Дель Понте проводил вот эти расследования в Швейцарии дело по Коле значит ремонта Кремля и дело против самой семьи уже членов семьи Ельцина которые присвоили себе большие деньги собственно за рубежом там и так далее кто фактически спас Ельцина в этой ситуации вот вы не поверите этого мало кто знает почему-то это не особенно афишируется главным человеком который спас в этой войне Ельцина из этой фактически безнадежной ситуации так что был бы любой другой президент и Ельцин был бы в оппозиции он бы сразу взял бы власть достаточно было Примакову прийти в Совет Федерации и сказать что Ельцин находится в руках олигархов которые его изолировали и он вообще недееспособный поэтому надо ну в общем-то освободить его от должности и он бы сам возглавил бы и правительство и исполняющим обязанности был бы президентом и так далее вот я разговаривал на эту тему сначала довольно серьезную такую твердость проявили в администрации единственный человек Полушин который выездил но и то они могли проявить эту твердость после того как две вещи были сделаны у Путина у которого не было никаких формальных полномочий на это Путин вызвал фактически потому что невозможно было избавиться от генпрокурора а генпрокурор это вообще никому не подчиненный человек его нельзя освободить без разрешения Совета Федерации а это значит бояр а это значит глав региона Путин вызвал его значит и открыл против него Ускуратова уголовное дело по линии КГБ что вообще он замешан во всякого рода недостойных для генерального прокурора но перед этим на всякий случай по второму каналу телевидения показали записи из так называемой сомнительной квартиры сцены сексуальные как значит Фратов с двумя женщинами занимаются любовью это было показано по общенациональному телевидению ночное ну правда позднее время для дискредитации Скуратова а значит в этой ситуации Путин не побоялся рискнул и сам открыл при том что очень многие боялись этого Пардюжа потом Степашин и другие которые в общем-то тоже рассматривались в качестве каких-то возможных наследников они в этой ситуации все испугались и думали что гиблое дело если он уже тонет ничто не спасет там и так далее и так далее а вот он рискнул открыл уголовное дело на время отстранили не могли снять отстранили генерального прокурора конечно коррумпировали государственную дому и не дали возможности чтобы голосование было об импичменте то есть угроза импичмента ушла тогда администрации консолидировавшись с олигархами там и так далее свергли фактически правительство Примакова на какое-то очень короткое время назначили премьером Степашина но я его знаю неплохо человек который занимал очень много самых разных должностей он был министром внутренних дел министром КГБ министром юстиции но такой в общем-то довольно серый и никчемный человек и конечно очень многие в семье не уверены были что он сможет их защитить если вдруг с Ельцином что-то будет поэтому через очень короткое время после того как он был премьером вопреки мнению Чубаси и других питерских либералов все-таки Ельцинская ближайший круг дочка там зять Абрамович Березовский и другие свой выбор делают на Путине А почему? Потому что Путин уже к этому времени доказал себе доказал что он является очень сильным очень волевым очень решительным и очень лояльным человеком представьте себе открыто дело уголовное против Собчика Путин сам в Москве ФСБ Путин организовывает похищение Собчика через Финляндию в Париж для то есть фактически это было очень важно для семьи Ельцина что раз Собчак его поднял продвиж сделал из него важную фигуру тяжелую минуту он не бросил своего патрона он его защитил он его спас он его вывез в Париж и он ему в общем-то оказывал постоянную поддержку и для Ельцина особенно важная проверка была что и в случае когда у Ельцина была ситуация такая критическая с генеральным прокурором с премьером с московским мером с думой с импичментом вот человек который проявил решительность даже некоторые говорят что когда он разговаривал со Скуратовым на столе держал пистолет ну так по крайней мере это таким образом ну не исключено потому что в общем-то его бэкграунд такой он если читали от первого лица книгу почитать будет вам интересно он и пацаном был дворовым и в браках участвовал и во всяких таких хулиганских воздетках ну плюс КГБ плюс в общем-то определенная военно-спортивная подготовка это был такой то есть когда иногда говорят что Путина повезло это меня всегда в общем-то умиляет потому что не каждый мог бы рискнуть в такие очень серьезные ключевые моменты рискнуть своим будущим своей карьерой всем чем можно было потому что и в случае с Собчаком и в случае с Ельцином ситуация была неясна это опен-энд это могло бы закончиться и так как закончился но гораздо больше возможностей было чтобы закончиться как раз проигрышем вот всей этой ельцинской команды и вот здесь Путин конечно доказал что он может быть человеком рядом и на него можно положиться и он может защитить и он не позволит чтобы произошел в общем-то радикальный передел того что произошло власти собственности забегая вперед хочу сказать что до сих пор свои определенные обязательства как перед семьей Савчика так и перед семьей Ельцина он выполнял и выполняет то есть он не ту семью обиду не дал ни эту семью обиду не дал но конечно другое дело что политически он оказался совершенно не тем человеком как думали люди которые его приводили к власти в частности семья Таня Валя Березовский Гусиньский по металлу Гим потому что он с самого начала оказался быть и дружкой и друг от полигар и он конечно с самого начала дал понять что он пришел не для того чтобы сохранить существующий статус кло он пришел с определенной миссией и вот это очень важно какая же была у него миссия время так быстро летит а я еще только начальник да и вот значит дело в том что как я уже говорил практически не было государства когда он стал президентом государство было приватизировано в прямом смысле слова то есть та же семья президента была приватизирована потому что эти карточки кредитные делались для дочери президента Березовским там и другими значит поддержку информационную могли оказать могли не оказать первый канал курировал Березовский четвертый канал курировал значит Гусинский второй канал вообще находился под управлением Чубайса то есть в общем-то вот эти группировки все держали в своих руках финансы информацию там кадры все надо было фактически ну вот я это называю политологией у нас вышла уже книга если вам попадется МГИМО издал мы презентацию сделали демократия в российском зеркале мы его называем вот мы ссори да я и Адам Живорский может слышали Адам Живорский это профессор Эзен Ваил раньше из Чикаго вот radical scientist один из самых знаменитых сегодня radical scientist он лауреат Йорки Маски вот премии который дает лучшим политологам мира вот там просто много есть об этом я написал о режиме о характеристике о том что происходило как в этот период так вот дело в том что государство я это называю государство российское потеряло свою субъектность оно перестало быть субъектом как внутри страны так и перестало быть субъектом международных отношений с вами был очень ограниченный субъект но фактически вы наверное знаете по американской прессе Россия была списана с системой международных отношений в 90-е вот это не фактор вообще была такая шутка что Козыревское министерство иностранных дел это было департаментом госдепартамента вот что говорилось в Вашингтоне так и решалось в Москве все что хотели в Вашингтоне по самым разным вопросам это делалось в Москве для этого достаточно прочесть книгу Билл и Борис или Russian Hand кажется Russian Hand кажется это строго там это все очень досконально написано даже вот кстати многие сегодня пытаются сегодняшнюю ситуацию сравнить с косовской ситуацией но люди не знают я же тогда был одним из тех кто делал брифинг Черномырдину дело в том что фактически российское правительство тогда работало в четыре руки с американским правительством если бы Ельцин не послал Черномырдина который заставил Милошевича фактически капитулировать иначе были бы очень большие проблемы с американцами именно тогда во время тех бомбардировок 99 года дело в том что все уже сегодня помнят 78 дней шла бомбардировка и никакого результата уже даже боеприпасов уже ракет не было чтобы запустить туда можно было значит бутс андеграунд а бутс андеграунд знаете югославская армия это очень серьезная армия она была одна из единственных армий которая воевала с немцами и очень сильная но только благодаря тому что Черномырдин сказал что Россия не поддержит Югославию это заставило Милошевичу фактически пойти на дейтонские договоренности и сдать фактически значит и Боснию а потом уже и Косово со временем оказалось в этом состоянии так что значит что значит когда государство теряет субъектность это значит государство перестает быть институтом который выражает совокупный интерес общества которое аккумулирует ресурсы и которое в интересах общества принимает какие-то решения этого не было потому что сами олигархи контролировали разные сегменты экономики и политики и свой интерес представляли в качестве интереса государства и общества так вот первые дела которые Путин совершил а видимо у него заранее был такой план сначала в политике я вам скажу а потом в экономике значит надо было вернуть и восстановить субъектность государства чтобы государство стало действительно институтом который контролирует собственные ресурсы финансовые информационные административные чего не было что для этого надо было делать и конечно в первую очередь надо было поставить на место олигархов и сразу же в 2000 году начались действия Путина в этом направлении по консолидации власти по возвращению институтом их прав и привилегий и полномочий по возвращению государства своих ресурсов и возможностей первой жертвой вот процесса консолидации государственной власти оказался олигарх Кусинский потому что кстати Кусинский и Березовский которые контролировали каналы фактически телевизионные каналы выполняли функции политических партий они через каналы формулировали любую повестку дня для страны они уничтожали репутации и карьеры любых людей продвигали свои бизнес интересы максимизировали свои прибыли и решали любые вопросы и фактически они себя называли открыто кингмейкерс вот они есть делатели королей вот они сделали Ельцина в 96 году вопреки интересам общества и вопреки результатам голосования и они сами принимают решение про любые вопросы в первую очередь потому что НТВ помимо всего прочего еще и НТВ поддерживало конечно на домских выборах в 99 году избирательный блок отечества вся Россия а Путин возглавлял блок единства ну или по крайней мере единство было под Путиным то это была определенная конфронтационная линия в течение конца 99 года а в 2000 году эта линия продолжалась и конечно первая значит схватка очень серьезная между такой большой олигархической группой которая все 90-е годы задавала тон и контролировала все и все завершилась тотальным поражением вот этой олигархической группы Гусинского а вопрос был очень простым оказывается вся ВТНТВ работала на деньги которые они путем фактически информационного рэкета получали от Газпрома Гусинского телекомпания имела 2 миллиарда долга перед Газпромом а Газпром государственная структура то есть фактически Гусинский через четвертый канал контролировала политическую власть получая деньги контролировала государство на государственные же деньги и когда потребовали возвращения долга оказалось что компания не на чем жить и это конечно было подано для запада и внутри страны что якобы это давление на либералов давление на демократию уничтожение свободы прессы но на самом деле это была попытка поставить под государственный контроль государственные же ресурсы ну а то что в общем ни к демократии ни к либерализму ни к чему ни к Гусинскому ни его каналу не имели отношения это все было очевидно профессионалами сегодня западная литература очень много на эту тему написано в том числе даже очень критичные люди типа Стива Холмша моего друга из НВАИ который пишет много саркасического всякого там про финишную власть в листах нашим либералам но при этом пишет что конечно в 90-е годы и начало 2000-х никакой либерализма никакой демократии никакой слабой депрессии в олигархи продвигали собственные интересы и часто конечно вовлекались информационные войны что делало общество делало полезное дело они много всего выбрасывали для общества грязное белье вот они друг друга в общем-то публично выбрасывали и все понимали в каком дерьме находится вот так называемое вот это направление нашего олигархического капитала за этим последовало конечно попытка контроля контроля над ОРТ который был просто государственный канал первый канал значит о котором руководил Березовский со своим другом значит Бадрик Патаркотишвили это тоже очень интересный человек который был миллиардером потом в Грузии был хозяином заводов пароходов газеты, телевидение и так далее тоже у загадочных обстоятельств помер и до сих пор в общем непонятно где деньги кому они достались куда что и так далее но и Гусинские и Березовские не согласившись с тем что они могут жить в стране в качестве простых людей а не кингмейкерс а они покинули страну иначе были конечно в тюрьме или вынуждены были бы отойти от политической сферы потому что тогда Путин выдвинул эту идею равноудаленности олигархов от власти что делайте ваш бизнес занимайтесь чем хотите но диктовать власти что делать кадровую политику политические решения будет не позволительно больше никому помимо этого значит некоторые другие вещи произошли тоже показывающие о том что все таки государство действительно восстанавливает свою субъектность и контроль над собственными ресурсами например один из олигарх Патанин вдруг ни с того ни с его 250 миллионов в год чем-то вернул государству то есть вспомнили что они ограбили государство во время этих заводов и чтобы к ним поменьше было упреков и претензий что-то надо вернуть чтобы остальное им оставили а вот дело в том что они приватизируют эти громадные куски собственности как юганский нефтегаз или там седанто или там я не знаю норильский никель часто даже эти банкеры не своими деньгами расплачивали например банки аннексия банка например таможен держала свои средства иногда даже эти средства то есть другой государственной структуры которые вот сюда в банке использовались для выкупа этих жирных кусков собственности даже не тратили собственные деньги вот какие были вот эти махинации и какое было вот беспредел существовал так называемого периода некоторые обижаются ну а что тут обижаться когда путин называют это лишние 90-е ну а остальные просто называют бандитским капитализмом вообще дикий капитализм тогда да и вот значит ну интересно что да правильно правильное было решение нанесение первого удара по олигархам потому что все-таки путин извлек уроки из своих предшественников кстати которые были легко устранены вот Коржаков Барсуков Сосковец во время 96-го года избирательной кампании потому что когда кто контролировал в тот период информационные потоки тот и контролировал власть надо было конечно в первую очередь забрать государственные информационные средства из рук этих олигархов вторая большая проблема конечно была в том что Путин унаследовал де-факто не федерацию российскую а конфедерацию потому что фактически многие регионы де-факто ставили себя вне российского государства но я уже не говорю о таком вопиющем случае как Татарстан кстати в 93-м году на выборах в государственную думу после разгрома парламента Ельцина татары не участвовали в выборах они потребовали чтобы Россия с Татарстаном заключила союзнический договор представляете то есть государственный договор как будто между двумя субъектами международных отношений Татарстан хотел поднять свой статус до уровня российского государства вот на равных чтобы подписали и этот договор входил потом в конституцию Татарстана в качестве ну равнозначного статьям договора и как мне тогда мой приятель который был вице-премьером и как раз по национальным вопросам занимался Сергей Шахраль говорил в Татарстане в Татарской Конституции не было ни одной статьи которая соответствовала Конституции Российской Федерации все статьи нарушали Конституцию Российской Федерации как вопиющий случай я могу рассказать как один посол который был в Египте в те годы вот в начале 1993 4 мне рассказывал когда туда приехал Шаймия он жил в гостинице и над гостиницей подняли татарский флаг не российский а татарский флаг и послу стоило очень больших усилий чтобы все-таки каким-то образом и российский флаг фигурировал что это не отдельное самостоятельное государство Татарстан а что это все-таки субъект Федерации Российской то есть главная задача была и Путин это сформулировал таким образом все субъекты Федерации должны были привести в соответствие свои местные законодательства с Конституцией Российской Федерации и федеральных законодательств чтобы не было такого что разные субъекты живут в разных правовых пространствах и действительно для того чтобы это как-то из Москвы было отслежено были созданы семь федеральных округов полномочными представителями президента в этих федеральных округах когда-то кстати даже Советский Союз распадался на семь военных округов примерно вот эти военные округа и границы совпадали вот с этими федеральными округами в каждый округ входило там двенадцать тринадцать иногда пятнадцать субъектов Федерации и действительно началась очень жесткая значит линия на то чтобы местные законодательные органы приводили свои законы в соответствии с Конституцией России и с федеральным законодательством России ну это то что потом получило название восстановления Путина властной вертикали то есть таким образом он начал одновременно борьбу и по горизонтали и по вертикали честно говоря я как аналитик уже не знаю страшно сказать молодые люди сидят уже с опытом 30 там с лишним летней давности утром мои большие важные аналитические работы появились в 86-м по России по крайней мере во время перестройки я честно говоря испугался и думал что может быть у него не хватит ресурса политического чтобы одновременно начал борьбу по горизонтали с олигархами и по вертикали с главами регионов справиться и с теми и с другими но фактически через два три года фактически итоги к концу первого президентского срока олигархи были давным-давно уже о них забыли кто да последнее конечно серьезное дело антиолигархическое было это 2003 год Юкус Ходорковский с олигархами там покончено было уже 10-й тюрьмы там и так далее когда фактически значит ну так очень серьезно решался вопрос кто кого и вот я недавно читал опять я лично неплохо знал и Ходорковского и еще лучше его окружение там Шахнёвский и другие и конечно они думали что все-таки поймите потому что они привыкли что все 90-е годы государство было очень слабое они всех покупали и в общем-то чиновники самого высокого уровня даже продавались очень дешево и что их все равно можно купить и можно контролировать и духу у власти не хватит ни ресурса ни духу чтобы как бы с ними что-либо сделать и даже то что Экласинского и Березовского вроде бы уже разгромили их империю они удрали из страны чтобы не сидеть в тюрьме это тоже не стало как бы но правда надо сказать что Ходорковский думал создать такую более эшелонизмную оборону но во-первых мэри мои другие друзья по просьбе Юкоса создавали проект новой конституции России в соответствии с которым надо было изменить порядок формирования власти и из президентской системы значит перейти в парламентскую систему но для Юкоса и руководства было ну так понятно что Ходорковский со своей фамилией и с национальной принадлежностью вряд ли может через всеобщие выборы стать президентом России а премьером это вполне было возможно я сам читал документы кстати чтобы вам было немножко понятно когда говорится о том что ну вот там просто разгром Юкоса и вот хотели отобрать и прочее во время заседания совета директоров или там больших мероприятий где руководство Юкоса среди главных тем всегда было сколько стоит место депутата в парламенте ну там разговор был миллион примерно 450 человек и как один из руководителей Юкоса говорит да дадим 2 миллиона 2 миллиона ну что такое миллиард ну дадим миллиард купим этот парламент проведем любое решение а будем иметь после этого и своего премьера и кстати так загадочно на эту тему говорил обычно Ходорковский что до 45 лет я буду заниматься бизнесом а потом оставлю бизнес перейду в политику и то есть готовилось все для того чтобы в общем серьезным образом взяться за власть и изменение частности изменение и характера власти и вот идея создания другой конституции и другого способа формирования власти было одним из тоже возможных вариантов который рассматривался помимо этого Юкос еще и занимался тем что финансировал избирательные кампании нескольких партий союза правых сил яблоко и коммунистов то есть это тоже была попытка по возможности большевность получить помимо всего прочего через эти партии которые были бы значит опорой самой этой кампании во власти помимо этого конечно еще была попытка Юкоса себя обезопасить еще с запада то есть тогда Юкос начал серьезные переговоры с ExxonMobil о продаже части акции своей компании для того чтобы компанию сделать международной с собственностью которой с общей собственностью с американцами для того чтобы получить поддержку американских властей и американского бизнеса общества серьезную работу проводили с конгрессом с конгрессменами кстати покойный Лантус был одним из самых таких ярых значит лоббистов интересов Юкоса до недавних пор ну и многие другие тоже в общем-то довольно серьезно продвигали интересы Юкоса но в 93 2003 году как я уже сказал вопрос с Юкосом тоже был решен и решен был довольно радикально наоборот кстати вот сегодня появляется много разных интересных материалов что была попытка консортировать всех с тем чтобы заставить Путина отправить в отставку Сечина что якобы за всем этим стоял Сечин как в свое время сделана попытка значит Чубайсом Девизорским заставить Ельцина отправить в отставку Горжакова Барсукова со Скорбца и таким образом решить эту проблему но на этот раз конечно не тут то было тут решение принимал не семья а сам Путин принимал решение и на его решение трудно было таким образом повлиять он не подался никакому шантажу кстати к этому же времени можно сказать что в основном была решена проблема с губернаторами Россия из де-факто конфедерации потихоньку становилась федерацией во многих регионах принимались изменения законов местных приводилась в соответствие региональное законодательство с конституцией с общероссийским законодательством восстанавливалась так называемая управляемость над страной чего не было в течение всех 90-х годов ну вначале не было потому что просто Россия как государство не было это же было протогосударство в составе Советского Союза Советский Союз рухнул и Россия еще предстояло стать государством создавать институты реальные а потом и не было потому что никто не был заинтересован в сильном государстве сильное государство Это значит законы. Законы, значит, все должны следовать. А как можно ограбить собственность, если есть законы? Лучше, чтобы законов не было, и государство было слабое, чтобы можно было договориться и взять себе те куски, которые тебе больше нравятся, минуя общие законы и общие правила. Фактически к этому времени, как я уже сказал, основные задачи были решены в политике. И к этому времени, можно сказать, что у Путина была и определенная экономическая стратегия, и экономическое видение, и оно тоже стало реализовываться. Он еще, будучи заместителем мэра Петербурга, написал диссертацию. Кстати, много на Западе было написано об этом, что там люди, которые писали диссертацию, десятки страниц брали его американских каких-то авторов и прямо вписали его диссертацию. Но не это было главное, а главное там было другое. Что, в принципе, в российских условиях чрезвычайно важную роль играют углеводороды. Нефть, газ и сырье. И что необходимо, чтобы государство очень эффективно контролировало эти сегменты экономики, для того, чтобы через эти сегменты получить необходимый ресурс для инвестирования в другие сферы экономики, для хай-тека, для модернизации других отраслей. И для, как потом он сам говорил во многих своих выступлениях и посланиях, для того, чтобы снять Россию с нефтегазовой иглы. Эта проблема всегда была и в Советском Союзе, и после, и до сих пор продолжается снять Россию с нефтегазовой иглы. Осуществить диверсификацию экономики, создавать другие отрасли экономики, конкурентные вне сырьевого сектора. Это была проблема, но для этого надо было, конечно, восстанавливать также контроль над нефтегазовой отраслью. Это тоже, в этот период, довольно эффективно было сделано. Это консолидация все-таки руководства над «Газпромом», которое стало ядром государства, как «Газпром». «Газпром» выступал в роли не только как экономического института, но и даже как политического института, потому что газопроводы – это были очень эффективным оружием присутствия России в разных пространствах. Правда, никогда Россия не подвергала газовому шантажу в Западную Европу, хотя начиная с 70-х годов, когда первые поставки газа по большому диаметру трубы должны были быть сделаны в Европу, и американцы тогда выступали против того, чтобы «Манесмана» компания эти большого диаметра трубы продавала России, чтобы Россия сделала этот нефтепровод и газопровод, мотивируя, что чем больше Россия будет поставлять энергоносителей, тем Европа больше будет зависима, а если экономически зависима, она будет политически зависима, и этого нельзя допускать. За все время, конечно, Россия не прибегала к этой угрозе, даже в те времена, когда Европа очень была зависима от России, особенно в то время, когда фактически чуть ли не от Лиссабона до Парижа, Рима, до Берлина, везде была так называемая самофинляндизация, где коммунисты и левые занимали доминирующие позиции, Россия никогда не прибегала к Советскому Союзу вот этому газовому шантажу. И даже сейчас иногда говорят, что вот Россия прибегла к газовому шантажу, имея в виду случай с Украиной, но надо сказать, что это абсолютно несправедливые упреки в адрес России, потому что в случае с Украиной как раз ситуация была совершенно другая. Украина из года в год воровала российский газ и не платит, вот воруют и не платят, а это же транзитная страна, ты не можешь не поставить в Европу, минуя Украину газ. Почему, собственно говоря, пришлось построить Северный поток, чтобы непосредственно из России в Германию поставить? Почему сейчас идет, в общем-то, реализация проекта Южного потока? А потому что Украина доказала, что она является ненадежным европейским партнером, воруют и не платят. И Россия хотела показать европейским партнерам, что раз вы за рынок, раз вы за капитализм, что нельзя захватить и не заплатить. Вот тогда вы со своей стороны, мы с нашей стороны должны оказывать воздействие на украинские власти. Но, когда были приостановлены поставки через Украину газа в Европу, чтобы европейцы, в общем-то, протрезвели и со своей стороны, это было воспринято и подано, как российский газовый шантаж Европе. Хотя никакого шантажа Европе не было, потому что российские главные потребители европейцы, эти деньги России очень нужны, и России надо быть сумасшедшим, чтобы, в общем-то, не поставлять этот газ, потому что это не только Европа зависит от России, Россия зависит от Европы. Вот это сейчас только Россия диверсифицирует свои газовые поставки на Дальний Восток, в Японию, в Китай, для того, чтобы не быть зависимым от одного только потребителя европейцев. Но на самом деле, конечно, попытка была наказать Украину и призвать европейских партнеров, давайте мы, в общем-то, примем какие-то меры. Или, если вы поддерживаете Украину, платите за Украину, или, если вы не поддерживаете, скажите им, чтобы они не воровали. Это ваш газ, который идет, а они воруют. Как-то надо же, но не воевать же. Ну, с другой стороны, нехорошо воровать. Это значит, Европа должна была сказать, что хорошо, что это значит в разрушении вообще всех принципов в рыночной экономике. Так вот, в этот период, помимо, конечно, Газпрома и контроля над газовым, газовым монополистам, которые тоже в тот период при Ельцине, она работала совершенно в автономном режиме. Я вот помню и руководителя этой компании, что они делали практически. В основном эти активы шли там на покупку недвижимости в Испании, там, я не знаю, бабки, где только, что только они не делали. Вообще абсолютно непрофильные активы появились, которые там деньги использовались непонятно куда и как. Идея была все-таки эти деньги, которые реальные деньги, использовать для того, чтобы инвестироваться в науку, в образование, для повышения жизненного уровня, хотя бы пенсии, там, еще чего-то. И этот период был, конечно, после особенно ЮКОСа, дело консолидации и нефтяных ресурсов. Вот как раз тогда возникла Роснефть. Такая мощная, самая большая нефтяная компания. Тогда, значит, была попытка вернуть контроль над теми месторождениями, которые были отданы западным нефтяным компаниям, в соответствии с договором о разделе продукции. Это был вообще копальный договор. Ну, в общем, в тот период у российского правительства денег не было. Они постоянно просили деньги у Международного валютного фонда и Мирового банка. И поэтому западные компании диктовали свои условия. Вот мы придем, сам и разработаем. Вот Сахалин-1, Сахалин-2, были и другие. И эти места, вот это соглашение разделено с продукцией. Кстати, покупали российские целые фракции. Вот, кстати, яблоко там, другие. Вот, кстати, мой друг, который занимался тоже покупкой депутатов. Чемоданами носили деньги, бывали там прямо в Госдуме. Вот, ЮКОС, кстати, боролся против этого, потому что они-то хотели сами контролировать эти. Зачем западным компаниям, если они сами могли бы. И вот шла какая-то конкуренция между внутренними. Но тогда российские компании не владели таким большим количеством денег. Ну, по крайней мере, с этого момента, после особенного случая с ЮКОСом, шла консолидация тоже активов. И не в ценах для того, чтобы, как я уже говорил, эти активы были использованы для интересов решения общенациональных задач. Ну, и еще один очень важный момент, чтобы вы знали. Примерно, когда Путин пришел к власти, российский госдолг был невероятным, просто неподъемным. Примерно, вот, по разным оценкам, от 130 до 150 миллиардов долларов в долг. Вы можете себе представить? И страна, которая... Я вот помню, я был у Ельцина, когда в президентском совете, и он один, на во время одной из встреч сказал, вот у нас уже окопились резервы 6 миллиардов долларов. Тогда вот с нами сидел Саша Левшин, к сожалению, недавно умерший министром финансов, вице-премьером, был замом главы администрации по экономическим вопросам, экономическим советникам. Для нас эти цифры казались немыслимыми. Есть 6 миллиардов, не долги, а вот 6 миллиардов уже доход. Но правда, каждый год надо было погасить государство на долг, но в каких-то огромных количествах, и самые большие выплаты приходились на 2003 год. И все время обсуждался вопрос, сможет Россия расплатиться, не сможет расплатиться. Вот Андрей Ларенов тогда был экономическим советником, который говорил, тем, которые говорили, нет, надо сказать, что это долги Советского Союза, мы отказываемся, что нет, этого нельзя делать, потому что вот как советская власть отказалась от долгов царской власти, потом долгие годы это нам аукалось еще в виде всяких облигаций, в виде попыток арестовать какую-то собственность и прочее. И в действительности, конечно, в каком-то смысле и новым властям повезло, цены на нефть стали идти вверх, добыча нефти увеличивалась, денежные поступления стали очень большими. Кстати, начались темпы экономического роста от 7 до 8 процентов ежегодных, и, конечно, фактически где-то в середине второго срока Путинского, даже заблаговременно, с опережением, Кудрин стал гасить российские долги, и Россия рассчиталась с Парижским клубом, с Лондонским клубом, и со всеми долгами было покончить с Международным валютным фондом, и, конечно, начались накопления огромных ресурсов, и когда Путин уходил от власти в 2008 году, чтобы было понятно, он пришел к власти, когда у России было 130-150 миллиардов долга, он уходил в Россию в кубышке, как говорят, было почти 600 миллиардов накоплений, и это было третье резервы в мире после Китая и Японии, что, в общем-то, в значительной степени помогло справиться с экономическим кризисом 2008 года, хоть экономика и очень сильно пострадала, сокращение экономики было примерно 8 процентов, но при этом, конечно, ни пенсии, ни зарплаты не пострадали, и, конечно, безработица была минимальная по сравнению со всеми другими странами, и, конечно, те катастрофы, которые пережили европейские страны, Испания, Греция, Италия, Франция, они, кстати, до сих пор находятся в этом положении, это страна, где за 10 процентов пошла безработица, государственный долг невероятно вырос, и экономические темпы были на нуле, на этом фоне экономические показатели России были, в общем-то, весьма и весьма впечатляющими и по безработице, и по темпам роста, и по, значит, пенсиям и зарплатам, и это все, конечно, в общем-то, говорило о том, что в определенном отношении концентрация больших ресурсов в руках государства, в кризисной ситуации, она очень помогает справиться с этими важными вопросами, связанными с безработицей, и особенно с пенсиями и зарплатами. Вот мне часто спрашивали, ну а какая разница, олигарх, в руках олигархов это находится, или в руках, скажем, Сечина, Чемизова и других, которых также называют олигархами, но они руководители вот этих госкомпаний. Но дело в том, что в кризисной ситуации надо конфисковать у частника, там, и чёрт-то с два ты сконфискуешь у Ходорковского, Березовского или же у Гусинского, а Чемизов там или Сечин и другие, как миленькие, эти средства, они всё-таки государственные средства, они должны поступать в бюджет и оттуда распределяться на то, чтобы покрыть, там, закрываться, пенсии и другие, значит, выплаты. Что, посмотрю, мы очень... Давайте сделаем перерыв, и потом, что мы продолжим. Как мы должны? Мы знаем, что некогда нужна машина. Давайте сделаем перерыв, и, может быть, кстати, начало, может быть, немножко больше было в общей ситуации, когда пришёл Путин, может, вы потом более точечно зададите мне вопросы, чтобы я ответил на наиболее интересные для вас вопросы. Хотя, конечно, у нас будут ещё две лекции, если будут... Ну, наверное, вы будете участвовать? Они будут участвовать? А, ну, тогда будет возможность, конечно, нам много поговорить. Ну, давайте... Перерываем сюда. Уже будет участвовать, да, я... Ну, вы совсем маленькие. Вы тогда, наверное, только родились. Это 76-й год. В 76-м сколько вам было? Наверное, даже некоторые не родились ещё. Ещё не родились. Да. Вот... Потому что Форд, президент, очень проводил бешенную кампанию, и везде оран, он потерял голос. А теперь он проиграл, и надо позвонить, и поздравить, значит, картер. И Чейни говорит, он позвонил, и прямо шёпотом сказал, что вот руководитель моей кампании, Чип оф Став, он был... Чейни тогда был Чип оф Став у Форда. Вот, он сейчас вам прочтёт то, что я вам написал. Алё? Ходжаров, Ходжаров. Да, у меня есть мобильный пучок, и Чейни, потому что... Да, Форд не мог говорить. Чейни вместо Форда поздравлял Картера с победой на президентских выборах. Давайте вопрос. У меня вопрос о Сирии. Полезна ли... Доброго, Сирия. Полезна ли была Россия конфликта в Сирии? Экономика России связана со ценой газа и нефта, и цена больше нефта повышается сейчас от конфликта в Ближнем Востоке. И мой вопрос... У России есть экономический интерес к продолжению конфликта в Ближнем Востоке? Вы знаете, ведь конфликт не только сегодня начался. Конфликт был в Ираке, два года идёт война в Сирии. И, значит, Россия по этому вопросу занимает более осторожную позицию, потому что есть какой-то предел, выше которого рост цены на нефть. Это ударяет и по России. Потому что многие страны оказываются не в состоянии покупать по такой большой цене, и тогда, значит, раз не покупают, тогда уже некому и продавать. И потом цены могут рухнуть. Поэтому есть некий предел в росте цены на нефть. Но на данном этапе, да и перед этим, цена, которая была относительно стабильная, 108-106 за 100 долларов, это вполне нормально в интересах России, потому что больше, когда, если помните, было в 2008 году, она поднялась до 140, если я не ошибаюсь, или больше, тогда вся экономика рухнула, и цены, наоборот, упали очень низко. Поэтому Россия к этому относится очень осторожно, чтобы не было слишком большого подъёма, за которым последует большой обрывца. Но пока, да, это в интересах России рост. Но это, во-первых, не может продолжаться очень долго, и, во-вторых, речь идёт о нескольких миллиардах, которые не решают вопросы в стратегическом плане. Поэтому, ну, скажем, не этим Россия руководствуется, когда поддерживает, скажем, Асада и выступает против нанесения удара. У нас будет целая лекция по постсоветскому пространству. Я, конечно, более подробно, но, чтобы коротко сказать, у них всегда были плохие отношения, потому что они относились к разным лагерям. Янукович — это синяя, а Тимошенко — это оранжевая. Это, говорит, она представляла Запад Украины, она герой оранжевой революции, а Янукович — антиоранжевой. И потом Януковича, тоже это смешно, конечно, Януковича дважды поздравлял Путин с победой, и потом он проиграл, конечно, в итоге. Но отношения у них и будут плохими, но, старее всего, Тимошенко выйдет, хотя Янукович постарается сделать все, чтобы она не участвовала на выборах следующего года. Но отношение... Само отношение России с Украиной более сложное. Но это такая большая тема, но должен сказать, что... Ну, конечно, у меня всегда... Я был всегда против Януковича и был против Кучмы. И у меня есть такая большая статья 2000... Начало 2005 года. Это когда после того, как был третий тур, чего в Конституте Украины нет и нигде нет. Третий тур состоялся. И когда проиграл Янукович, я в российской газете на целую полосу написал статью, называлась «Русская водка и апельсиновый сок» или почему на выборах на Украине победили русские, хотя проиграл Янукович. Потому что мне всегда казалось, что лучше иметь понятного противника, чем лживого друга. И Янукович был лживым... И Кучма был лживым другом России, и Янукович лживый друг. Более понятно было и Ющенко, и более понятно было Тимошенко. Потому что и сейчас видно, что под разговорами о Востоке, о дружбе с Россией, все равно Украина и при Кучме, и при Януковиче делает вот этот грейд в сторону Евросоюза, НАТО и так далее. Ну, с НАТО, правда, ситуация с 2008 года изменилась, но вот сейчас в сентябре будет подписание договора о европейском-восточном партнерстве и ассоциированном членстве Украины, что, конечно, очень серьезно волнует Россию. Но, по крайней мере, российская сторона устами Сергея Глазева, очень хороший мой друг, кстати, вот можно, но, правда, он сейчас советник президента, и сложнее ему ездить. Приезд. Да. Хотя он был, кстати, создателем таможенного союза, он в этом, ну, и поможет быть именно по этим вопросам. Он, вот мы с ним встречались, ну, мой хороший, старый очень друг, и он считает, и он мне прислал заключение на этот договор, что Украина очень сильно проигрывает от этого договора, но, видимо, очень сильное настроение на Украине, что Украина должна иметь как бы европейский выбор, а если нет, то Украина самостоятельно не может существовать, она рано или поздно станет частью России, и поэтому надо как бы оторваться от России. Ну, по крайней мере, такие настроения и тенденции сегодня берут верх встан. Ну, вот мы посмотрим, в ноябре, если состоится подписание, то это приведет, конечно, к очень серьезным последствиям для украинской экономики, ведь главный торговый партнер Украины это Россия. Более 30% экономики и экспорта идут в Россию. Если Россия перестанет покупать украинские товары, их некуда делать. Никому они не нужны. Спасибо. Мы, наверное, читаем в Америке, что Харковский и Навальный посещает одинаково, как в любом мире. Что вы думаете про это сравнение с Навальный и Харковским? Вы знаете, я как бы так получилось, что Харковского я знал лучше, чаще видел и больше общался. Навального я видел только два года назад в Чикаго на ЮС-Арбисе вот это мероприятие было, то мне кажется, что все-таки Харковский был более серьезный человек и создал большую империю. Навальный, мне кажется, все-таки вот это, как говорили про Леди Гага, по-моему, Белорали говорит, что это Мадонна-лайт, Навальный это как бы Харковский-лайт. Но потом Навальный как раз был бы разоблачателем Харковского скорее, чем союзником Харковского. Но потом я, честно говоря, думаю, что в этой стране усилен миря создан миф о Навальном. Особенно смешно было читать Билла Келлера, бывшего главного редактора Нью-Йорк Таймс, когда-то я узнал, когда он был шефом Юра в Москве в конце 80-х, начало 90-х, что это будущий президент России и так далее. Есть у Навального, конечно, определенные навыки современной политической борьбы, серьезное повлечение social networks, и так далее. Но я, например, не знаю никакой позитивной идеи Навального. Есть, конечно, некоторые одиозные идеи. Там, хватит кормить Кавказ, надо ликвидировать этих эмигрантов, ну, и так далее, и так далее. русские марши, Россия для русских. Ну, видимо, у либералов ад беспомощности это последнее. Все, что угодно, только не Путин. Это такая большая ненависть должна быть, что лишь бы даже такой национальный «Ну, справимся с Путиным, а там посмотри». Вот такая ложка. не думаю, что... Я, по крайней мере, довольно скептически отношусь к этой фигуре. Мало того, я случайно в прошлую поездку в Москву курю сигары время от времени. Есть в Москве сейчас замечательный сигарный клуб на Малой Бронной. И там я захожу и вдруг вижу значит губернатора Кировской области Белых Белых Никита и бывший председатель Союза права сил. Я ему спрашиваю «Никита, ну вот все, что он забыл у тебя советником, ты в общем свидетель всего этого, это все было?» Он говорит «Да, это все было». Но Белых, конечно, как губернатор, ему несколько не с руки, наверное, прямые давать такие, но вот в такой неформальной обстановке в сигарном клубе я передаю то, что вот мой личный разговор Белых, я даже несколько по-другому сформулировал вопрос, который не могу в такой аудитории сформулироваться там, это так очень смачно по-русски, ну вот и он сказал «Да, он именно такой». Губернатор Кировской области, вы знаете, да, это Киров-Тверский уголовное дело? По которому он получил пять лет. Это кража пятьсот тысяч долларов, это 15 миллионов, там 16 миллионов рублей, да. Ну, я читал недавно идеи системы в России, то есть значит, что ничего работает без поддержки Путина, и ну, я хочу знать ваше мнение о идее, это реальная... это хороший вопрос, я вам скажу. Я хотел... Я был участником прямой линии Путина в декабре 2011 года, когда, помните, были демонстрации, и люди выходили с белыми банточками, и когда Путин пришел, он начал свою пресказироваться с такого довольно оскорбительного выпада в адрес них, сказав, что я так посмотрел, очень удивился, и думал, зачем эти люди повесили презервативы себе на костюмы или на одежду. Ну, такая была... Вот у меня тогда был к нему примерно такой вопрос очень важный, что есть мнение о Путине и здесь, и в России, и в России, что у него не просто желание остаться у власти, а есть чувство миссии. Понимаете, да? И вот, но и хотел я у него спросить, а какая ваша миссия? Ну, так получилось, что, но времени не было очень долго, это все тянулось, а потом у него была узкая встреча с политологами, и я был на этой встрече, и потом уже на одной из моих колонок в известных я написал, что на встрече с политологами он ответил на мой незаданный вопрос на прямой линии. Да. Ну вот, вы абсолютно правы, и есть очень точное определение его властной системы, которая называется управление в ручном режиме. и отсюда управление в ручном режиме не случайно, поэтому, если вы видите, он очень часто летит, то он на Дальнем Востоке, то он на Кавказе, то он там на Севере, то он еще где-то. Управление в ручном режиме означает, что как бы система плохо работает, и ты должен быть постоянно, чтобы где-то подлатать, где-то починить, где-то там подвинтирить. И вот он сказал такую вещь, которая для меня была очень важна, что я хочу оставить после себя систему, когда я уйду, чтобы институты работали, и чтобы не было такой постоянной необходимости моего присутствия. Потому что действительно сегодняшний политический режим без Путина трудно представить. И, кстати, в этом отношении было очень важно, что он остался премьером, потому что я очень сомневаюсь, что Медведев мог бы управлять сомнением без вот этой опоры на Путина. Но и, кстати, эту конструкцию я сам предлагал, и я, можно сказать, автор этой конструкции, вы можете делать гугл и найти мою статью 9 октября 2006 года, аж не поверите, 2006 года, 9 октября, где я написал в колонку в известиях, что преемником Путина будет сам Путин. И все, за два года, до 2008 года, уже я написал, что он станет премьер-министром, он возглавит Единую Россию, кого-то из своих помощников поставит президентом, а в 2012 году, если он захочет, он вернется во власть. Все произошло так, как я написал в 2006 году. Но что-то есть в менталитете, какая-то особость менталитета русских, что это возможно, что это отвечает запросам, что это отвечает национальному менталитету, то, что это возможно. Есть ли какие-то характеристики? Вот вы знаете, если в этой стране, в Америке, президент это как бы избранный король, царь, тоже, персонификация страны, там, несмотря на всякую критику даже со стороны республиканцев, правда, некоторые переходят иногда грань, но все-таки даже при том, что не любят Обаму, и что не нравится, что он делает, но к институту президента есть определенное, ну, такое, очень большой сакральный характер имеет этот институт. В России тоже высший институт исполнительной власти имеет определенный сакральный характер. И вообще, конечно, для России власть это исполнительная власть, все остальное это не власть. И, конечно, президент, особенно, вот и Ельцин был харизматический лидер, я вот должен сказать, что как человек, который с ним часто встречался, я даже на себя это испытывал, у него было такое магнетическое чувство, вот он заходил, и люди чувствовали вот это такое очень большое напряжение в пространстве голод, вот этот харизма. У Путина есть вот эта харизма, и, конечно, у Путина есть и характер власти в России, конечно, как правило, должен быть, если использовать термин веберовскую, вот этот власть должен иметь всегда у таких лидеров плебюститарный характер. Плебюститарный это значит, что власть лидера не от самого института, а от народа. И поэтому институты играют роль, но они не главные. Главное это народ. И поэтому, кстати, очень интересная характеристика его режима, я вот думал остановиться на этой теме тоже для вас, почему Россия не является Петро Стейтом. Вот, хотя многие, вот, моя приятельница Леди Шицова и многие другие пишут про Россию, как это Петро Стейт. Но вот, есть такой Стив Фиш, может быть, знаете, вот он здесь недалеко, профессор Беркли, Стивен Фиш, вот он дал более правильное определение российской власти, он его называет демофилия. Это не власть народа, но власть в интересах народа. Кстати, такую характеристику режима давал Джованни Сартори, может быть, знаете, Джованни Сартори, известный был профессор в Колумбийском университете, у него двухтомник большой о демократии. Так вот, демофилия очень интересная идея, то есть, когда лидер, когда народ, может быть, и не влияет существенным образом на принятие решения, но многие решения лидер принимает, исходя из интереса народа. И поэтому вот есть очень интересное отличие от обычных Петро-Стейт и России. Во всех Петро-Стейт по мере роста цены на нефть увеличивается количество денег, которые верхушка кладет себе в карман. То есть, идут просто ограбления общества. А вот на 10 типичных примеров это семья Алиевна. Это мультимиллиардеры, он там сестра, жена, но я не знаю. Это Саудовская, там это ну там скажем заливная держава, другие страны. Правда нельзя сказать, что деньги в какой-то степени не идут на общественные нужды, но гораздо больше они уходят у правящего слоя. Вот как раз два года назад, когда мы в ЛА были, UCLA конференция, вот как раз Фиш сделал доклад на эту цену и говорил, что если посмотреть на российскую ситуацию, на статистику, сколько процентов вот росли цены на нефть, на столько процентов увеличивалось потребление у российского населения. То есть возможно, что какая-то часть денег тоже уходила, но значительная часть денег шла на рост зарплат, пенсии и на потребление. И поэтому, видимо, в истории России не случайно считается, что никогда российский народ за всю тысячелетнюю историю так хорошо не жил и так много не потреблял, как сейчас. Это означает, что из этого я делаю другой очень важный политологический вывод. Многие часто говорят, что у Путина два вывода даже можно сделать очень важных и хороших из этого. Многие говорят, что вот плохо, что во власти в России, и это действительно так, нет механизма сдержек и противовеса, потому что я сам был членом Конституционного совещания, у меня даже есть почетная грамота от президента за то, что я участник написания Конституции и за вклад, ну и так далее. в этой Конституции действительно и я сам и тогда Ельцин говорил, и всегда говорил, и писал, в этой Конституции не только нет разделения властей и механизмов сдержек и противовеса, а просто институт президента стоит над политической системой. То есть нет вообще, вот это правильно, в этом отношении нашей книги Стивен Холмс пишет о обсутствии аккаунтабилити со стороны президента перед кем-то не было. Но это не совсем верно. Перед институтами у него нет аккаунтабилити, но аккаунтабилити в большом смысле есть. Вот он аккаунтабил перед народом. Вот у него вот этот сдержки и противовесы это народ. Поэтому если вы обращали внимание в России все годы правления Путина очень важное значение имели социологические опросы, уровень доверия, уровень одобрения. Вот для него это есть главный показатель. И для него очень важно это любовь и поддержка народа. Вот это есть constraints, которые есть. Это неинституциональный, но это гораздо более важный constraint. Вот это характер его плебюститарной власти и вот харизматическое лидерство плебюститарной такой основы. Оно позволяет еще в одном отношении это преимущество. Когда он начал борьбу против коррупции сейчас, вот эта большая борьба, которая развернулась, многие написали, что нельзя, чтобы он доводил эту борьбу до конца, потому что это тогда придется свой ближний круг посадить. Но, кстати, очень многие писали в России цитировать цитаты Ле Куань Ю, который, когда он спросил, ну вот вы начали борьбу, когда вы поняли и когда поверили, что вы реально боретесь. Он говорит, но тогда, когда я стал посадить своих друзей в тюрьму, вот тогда поверили, что это реальная борьба с коррупцией. Кстати, за и прошлый год, и этот год, много раз об этом вспоминают, и когда речь идет о Сердюкове, о министре обороны бывшем, и о многих других, которые в тюрьмах или могут быть в тюрьме, говорят, нет, вот это было бы неправильно, если бы он стал сажать своих, а на ком он будет опираться. Но дело в том, что как показал, я пытался вам показать, или вернее, тогда, может быть, не акцентировал, сейчас хочу акцентировать, когда он боролся с олигархами и боролся с губернаторами, он не опирался на бюрократию, он как раз собирался на поддержку народа и на спецслужбы. И поэтому и сейчас это не должно быть для него преградой. И вот я в одном из своих колонок, когда писал о политических итогах года, ну или итогах выборов, вот в марте, 4 марта как раз у меня была статья подведения эльфи, то ли это в марте было, то ли в декабре, когда подводил итоги, что ему не надо бояться, что не на кого будет опираться. У него опора есть опора народа. Как только не будет опоры народа, его и бюрократия может съесть, и эти там любые структуры сегодня имеющиеся, они, конечно, с удовольствием с ним расправиться. Но пока у него есть поддержка народа, у него есть возможность принимать очень важные, серьезные, координантные решения. Спасибо большое для нас, если у нас есть классный, да, у них какие-то спасибо.